такс россия 23 ну погнали а чё нет чё там у россии рыбалка с ночевкой россия 23 поебашь лето самое время для рыбалки однако среди настоящих рыбаков есть те кто измеряют рыболовные снасти в литрах те кто максимально старается помимо рыбы поймать белочку это владимир руководить за не говоря классика для рыбаков псевдо рыбацкого комьюнити сейчас парень активно готовит выезд на рыбалку для того чтобы разобраться что такое рыбалкоголизм наш корреспондент влился в компанию рыболовов при помощи специального маскировочного костюма рыбака права блять какой нахуй маскировочный глава рыбацкого комьюнити заглотил наживку а значит сегодня мы выясним в чем разница между теми кто максимально старается поймать здоровенную рыбу и теми кому особо рыба не нужна и мы так нормально а то в каком омуте водится команда владимира на рыбалке расскажет наш специальный корреспондент так подождите кажется микрофон забрал какой-то обычный рыбак все понял шикарная маскировка дом харди вам слова вячеслав ой извините просто эта грязь на фоне стекает показалось что веном это не грязь это владимир понял 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 удочка готова в планах много улова пока без дела висит крючок ведь владимир все еще одинок по словам рыбаков если этот парень руководит поездкой то еще до выезда становится очевидно дело пахнет рыбой ведь владимир отказывается от душа перед выездом платите дебетовой альфа-картой и получайте от 1000 рублей каждый месяц закажите в июле и получите вечное бесплатное обслуживание все деньги вырученные с этой рекламы пойдут на восстановление туфлей раздавленных копытами неадекватного рыбака это владимир легенда среди рыбаков повелитель удочки и создатель подсекательного комбо парень лучше всех подсекает рыб пожирнял что-то лысый ну поднабрал немного и профессионально подсекает пока все таскают пакеты с провизией команда спускается к машинам и загружает все необходимое наша съемочная группа решила изучить рыболовные снасти заготовленные владимиром здесь находятся все снасти необходимые профессиональному рыбаку примеру это специальный рыбацкий расслабляющий пакет а это еще один специальный рыбацкий расслабляющий пакет они необходимы для того чтобы во время ловли рыбы у рыбака не дрогнула рука а ведь рука владимира дрожит очень часто у парня долгое время нет девушки рыболовы направились к месту назначения владимир считается самым уважаемым рыбаком в команде по нашей информации он является 43-м президентом рыбацкого комьюнити за что его уже прозвали джордж горбуш младший выйдешь из машины на ходу блять первым делом парень обозначает пошаговый план действий на рыбалке быстренько раскидаемся возьмем удочки порабачиваем ушица сварим все мы сейчас машине ляжешь мы с димонов палатку пойдем только выехав на рыбалку владимир четко обозначил свои планы парень планирует поймать рыбу сварить уху и переночевать с другом в палатке как говорится и рыбку съесть и переночевать с другом в палатке для того чтобы наша съемочная группа не узнала секретные рыбные места владимира руководитель рыболовов специально сам не знает куда мы едем может вон там дает поэтому грязно поехали обратно вот помнишь дикаря горежала и владимир максимально дотошно относится к выбору места для того чтобы разбить лагерь анализируя все до мелочей скорость ветра ландшафт угол падения солнечных лучей нормальное место главное лесок рядом посадить бегать команда под руководством владимира прибыла на место увидев потрясающие природные пейзажи наша съемочная группа поняла что именно затягивает людей на рыбалку это свежий воздух шикарные виды и дающие полное умиротворение звенящая тишина помоги нам пакеты разгрузить стоишь там снимаешь пейзажи принято считать что все пьют водку на рыбалке владимир принципиально против этого парень настаивает на настойках бля чипсы ебать как я хочу чипсы твою мать давайте на стойке бахнем на прошлый раз это охуенно залетало эти горюки да ты делал ты можешь найти грёбра на стойка была выбрана владимиром не случайно первые упоминания о них были прям уж согрешите после снимать коза чипсами сходить чуть древнем китае в третьем тысячелетии до нашей эры кроме этого а на стойках писал в своих трудах гиппократ именно после изучения всех этих аспектов владимир в компании друзей сделал свой выбор в пользу питка как папич и за счет папич . может как папич он завтра утром ею подлечим слов перед тем как отправиться рыбачить владимир решает заранее подготовить ночлег владимир расскажите особенности сбора палатки просто ножки раздвигаешь колышек вставляешь и все нет что вы вниз дмитрием будете делать это понятно как ее собирали баллов предшественниками современных палаток считаются юрты и ранги и вигвамы традиционно они создавались при помощи шкур в дань традициям палатка владимира также создается при помощи шкуры а именно владимира владимир собрал рыбацкий инвентарь и направился к водоему чтобы поймать рыбу наша семья но группа решить выяснить кто является кумиром парня в рыбной ловле владимир скажите а правда что ваш любимый рыбак это победитель евровидения 2010 из-за скрипкой который он же в курсе из этих откуда вы знаете быть знаю загугли блять ну то есть рыбак рыбака видит издалека какие-то типа вроде нахуй такой информации владимир приступил к подготовке своего рыбацкого арсенала как нам удалось выяснить парень планирует ловить на блесну это приманка для рыбы отражающие на своей поверхности солнечные лучи тем самым завлекая морских жителей кроме этого парень является обладать спасибо большое хауми за 10 лет им дополнительной блесны на голове который в обычной жизни он завлекает самок однако последние пять лет на его удочку никто не попадал а вот и бесит мои прически блять он нахуй виды поснимает какое место охуенное выбрал блять владимир выбрал действительно замечательное место ведь именно здесь находится головной офис ресторана пусто и точка владимир приступил к добыче рыбы параллельно делясь рыбацкими мудростями вначале надо на червячка по нотам смысле плохи хватит чтоб заебись было владимир рассказал о бюджетном методе смазки и продумать и горю отсюда вы блять еще просто переебу блять и вот наступил момент полного единения владимира с природой спиннингист максимально собран и сосредоточен это удочка блять спиннингиста как вас тогда называть с удочкой кто блять удильщик блять хуй знает мы решили остановить показ сюжета чтобы разобраться что владимир имел ввиду назвав себя это ничего шашавода дильщиком оказалось что удильщик это морской черт рыба которая проживает на дне большинство времени морской черт проводит в полном одиночестве обладая постоянно подвижным червячком таким образом владимир при помощи всего лишь одного слова рассказал нам о том что он одинокий морской черт с подвижным червячком кой нахуй блять морской черт сука это твое ебало блять похоже на эту хуйню сука мы решили остановить показ остановленного сюжета и выяснить причины агрессии владимира оказалось его злость вызвана тем что он столкнулся лицом к лицу с фотографией которая напомнила парню период когда он еще не был морским чертом стало понятно за это время его прическа переехала этажом ниже образовав на его лице пропуск в трусики однако пока только в свои владимир продолжает максимально сосредоточенно покорять морские глубины из-за старания получает вознаграждение первый улов че за хуйню я вытащил блять владимир процитировал своего акушера и продолжил рыбалку параллельно рассказывая особенности обращения с удочкой и блять особенности просто подергиваешь чуть-чуть и больше ничего не надо чуть-чуть подергиваешь и больше ничего не надо именно эта фраза до рекавери точечно объясняет почему владимира до сих пор нет девушки чё сука ебала блять я ничего не собираюсь читать пести гулять и вот спустя не мне не нужно брать о нем писать будем нечего читать абсолютно времени наступил момент триумфа первый настоящий улов владимира наша съемочная группа ни на секунду не сомневалась в успехе владимира парня не зря считают профессиональным рыболовом ведь когда-то он был так сильно вдохновлен рыбацким искусством что выпустил авторскую монографию которая сразу ладно я пошел стала бестселлером после успеха первой книги следом за шедевром вышло переиздание посвященная зимней рыбалке в котором автор переосмыслил свою первую работу прочитав авторскую владимира становится понятно парень очень глубоко изучил вопрос к примеру цитата я долго сидел один на берегу и очень хотел наконец поймать рыбу какая красивая аллегория чё там блять сука дурак на пошли наху оба блять еще раз на подойдете я блять камеру вашу расхуярю на владимир всерьез недоволен работой нашей съемочной группы парень замкнулся ушел в себя для того чтобы наладить контакт с рыбаком мы решили сделать ему подарок новый современный смартфон мне единственным условием было круто походить с новым смартфоном на камеру просто походить повъебываться с ним ну это еще раз на интеграции даже если ты обычный черт по жизни со смартфоном реалми джеки 2 pro ты можешь в одну секунду стать обычным чертом по жизни со смартфоном реалми джеки 2 pro именно с помощью смартфона реалми владимир обладает одновременно 2к дисплеем и 10к долго по кредиту за прошлый телефон реалми обладает динамиками dolby dual стерео даже если вы уже давно никого не долбите пускай хотя бы динамики на вашем смартфоне подолбят реалми обладает сенсором разблокировки адаптируется под любой палец даже под копыта реалми обладает тройной камерой и макро линзой с кратным увеличением теперь рыбак владимир наконец-то сможет разглядеть своего червячка сможет разглядеть своего червячка дуба ёбли владимир принял решение одной рыбы будет достаточно а значит время сматывать удачи кратикова я хочу больше будет ловить владимир процитировал директора икеи и приступил к подготовке ухи 5 час рыбу разделаю димон уху варить будет в прошлом году варил блять я три тарелки сажал то есть вы любите жрать уху дмитрия да она пиздата то есть можно сказать что вы ухажер дмитрия можно сказать что ты еблан дмитрий она известное выражение уха из петуха многие воспринимают как шутку однако на самом деле это реальное блюдо на руси любой суп готовили на основе куриного или петушиного бульона в том числе и уху таким образом уха на основе петушиного бульона реально существовала такой суп имел благородное название уха по-царски так как уха готовится из рыбы которую лично поймал владимир можно с уверенностью сказать на наших глазах создается новое уникальное блюдо уха из-за петуха после дегустации ухи ребята решили повеселиться и поиграть в игру алиас суть этого развлечения разбиться на команды и объяснять друг другу слова написанные в карточках кто больше тот и победил владимир максимально уверенно чувствует себя на природе несмотря на то как она с ним поступила уже вечер нормально посидим пожалуйста без этой всей злупы владимир отказывается работать с нашей съемочной группой а значит нам придется искать нового героя ну че ты идешь и лыбишься но вот и наша съемочная группа в замешательстве кто станет новым героем нашего сюжета кто сможет по-настоящему заполнить кадр своей невероятной харизмой это том харди вячеслав вячеслав это вячеслав рыбак с невероятно красивой улыбкой парень с радостью участвует в игре в компании что у меня огромная штука у меня огромная штука именно эта фраза точечно объясняет почему у вячеслава никогда не было проблем с девушками да что блин зачем такие игра завершилась конечно же победой команды вячеслава ведь как говорил один из великих талантливый вячеслав талантлив во всем казалось бы вячеслав идеален однако даже у этого парня есть ужасный изъян прямо сейчас этот изъян сидит рядом с ним это его брат владимир вячеслав на роль вдалеке сидящего вячеслава пришлось позвать брэдли купера специально для россии 23 никуя себе блять классно да пиздатый видос но не очень круто дело кола классные ребята